Что такое каворкинг? Какие у него плюсы и минусы? Как обстоят дела с каворкинг-центрами в условиях пандемии? На эти и другие интересные вопросы мы ответим прямо сейчас. Дословный перевод каворкинг с английского языка означает «сотрудничество, совместная работа». В широком смысле слова – это пространство, физическое место для организации работы, а также сообщества определенной группы людей. Какие плюсы есть у каворкинга? Не всегда работник может удаленно работать дома, а дорога до офиса компании требует много времени и денег. В каворкингах оборудованы рабочие места с компьютерами, есть доступ к интернету, комнаты для переговоров и отдыха. Да и сама атмосфера располагает в плодотворной работе, дисциплинирует человека, не отвлекает на домашние дела. Таким образом, основными плюсами каворкинга являются. Продуктивность. Работник концентрируется только на работе, все бытовые и другие вопросы его не касаются. Среда. Среди резидентов каворкинга можно найти партнеров по бизнесу, коллег и даже инвесторов. Свободный график. Как правило, пространство открыто 24 на 7, что позволяет работать в удобное время. Дополнительное пространство для переговоров. Во многих каворкингах есть комнаты для переговоров и зоны отдыха. Мероприятия. В некоторых каворкингах организуются мастер-классы и различного рода тренинги. Невысокая цена по сравнению с арендой офиса. С плюсами понятно. А какие недостатки имеются у каворкинг-центров? К минусам каворкинга можно отнести. Невозможность обеспечить полную тишину, хотя это не всегда бывает осуществимо и в офисе. Не все каворкинги работают в режиме 24 на 7. Не всегда возможно найти фиксированное рабочее место. При наличии компьютеров в каворкинг-центре не всегда можно найти нужные программы. Например, 1С, специфические графические программы для дизайна. Возможно, потеря личных вещей. Исходя из чего формируются цены на каворкинг-центры в России. Цены на каворкинг варьируются в зависимости от местонахождения центра и региона организации самого пространства. Наличие оснащенного рабочего места, современной техники и срока аренды. Так, в Москве можно снять рабочее место в одном из 266 каворкингов. Стоимость одного рабочего места в среднем около 10 тысяч рублей и, как правило, включает в себя рабочее место, доступ в офис 24 на 7, шкафчик с замком, переговорная комната, безлимитный Wi-Fi, принтер, вода, чай, кофе, печенье, мини-кухни, уборка помещения и коммунальные платежи. Если работа требует уединения, то преимуществом будет заключение договора на условиях фиксированного рабочего места. Если планируется перевести весь офис в каворкинг, то целесообразно будет арендовать отдельную зону помещения для сотрудников. С какими проблемами столкнулись каворкинг-центры во время пандемии коронавируса? В условиях пандемии властями предписано собственникам и иным законным владельцам помещения не допускать превышения предельного количества лиц, которые могут одновременно находиться в одном помещении, определяемого из расчета не более одного человека на 10 кв. метров. Однако не всегда в каворкинг-центрах можно обеспечить требуемый уровень безопасности, и тогда могут возникнуть споры относительно расторжения ранее заключенных договоров аренды. Так, Верховный суд не исключил возможности изменения или расторжения договоров из-за эпидемиологической обстановки, ограничительных мер или режима самоизоляции, если это будет признано судом существенным изменениям обстоятельств. Если у вас остались вопросы после просмотра этого видео, смело пишите их в комментариях к нему, и юристы компании РосКо с удовольствием на них ответят. И, конечно, подписывайтесь на наш канал, где вы найдете массу полезной информации не только для бизнеса, но и для себя лично. Будь в курсе – будь с РосКо.